Да, ребята, это снова случилось. Я представляю вам затычки из разъёмов для подключения акустического провода из пяти усилителей и пяти пар акустических систем. Ну и хрен с ними. Так, короче говоря, второй раунд нашего захода в магазин Пультру с попыткой найти идеальную систему в определённом ценовом диапазоне. Сразу вам скажу, что это адовая задача, потому что мы закончили в прошлый раз, как вы помните, с вами на условных 60 с копейками тысячах рублей за систему. То есть я тогда пытался собирать компоненты по 30 тысяч примерно за штуку. Когда я попытался взять диапазон от 60 до 100, я, честно говоря, присел, потому что там только колонок, по-моему, 60 пар было. Короче, сначала я решил отсечь все полочные колонки, разделить их, потом пришлось отсечь ещё и более узкие ценовые диапазоны, поэтому сейчас мы решили рассмотреть систему, которую можно было бы составить из аппаратов, которые условно стоят плюс-минус 40 тысяч за компонент. Правда, у нас всё равно получился довольно изрядный разброс, но хотя он получился случайно из-за того, что в пульте.ру в том числе есть скидки. Ну, короче говоря, усилители у нас от 30 до 49 тысяч, получается, стали стоить. А колонки в диапазоне аж от 29 до, по-моему, 44 тысяч рублей. Хотя при этом я выбирал вроде бы именно вокруг 40, но так получилось, потому что, например, полк-аудио колоночки, они вообще, по идее, должны были стоить 39, но на них внезапно акции, и они по 29. Ну, уж, короче говоря, это самая дешёвая акустика в нашем тесте, и самая маленькая. Да, ну и, в общем, как всегда, я не знаю, чем дело закончится, потому что мы уже просто всё расставили, подключили, проверили звук, и сразу есть ощущение одно, что, ну, нету, как бы, аутсайда, то есть нету такого типа, что, ой, ну, это понятно, это какой-то вообще усилитель непонятный, да, мы его сразу выкидываем, это колонки, ну, понятно, как они играют, это тоже, это всё мы игнорируем, нет, что не включив, всё более-менее играет. Но сейчас будем включать тогда и пытаться разобраться. Как всегда, составили таблицу, пока она не заполнена, только я методику так не понял. Владислав, как мы будем переключать? Мы берём один усилитель, к нему последним включаем все колонки, потом берём следующую сеть, к нему также последним включаем все же самые колонки. Ну, вы поняли, вот сейчас вы, сейчас вы, да, меньше коммутации? Да. А, окей. Вот сейчас вы это увидите. Всё. Да, точно, да. Так, хорошо, давай начнём тогда с самого дешёвого усилителя, с Кембриджа. Значит, Кембридж Аудио АХ-35, у нас самый недорогой усилитель, причём, что интересно, у нас же, помните, в прошлом выпуске был усилитель Кембридж Аудио АХ-25, который тоже мне очень понравился, тоже. Забегаю вперёд, я ещё это не слушал. Но, тут интересно, что, насколько я понимаю, схемотехника выходного каскада у этого усилителя другая. Он, вроде бы, всего на 10 Вт мощнее, но демпинг-фактор, например, у того был 100 единиц, а у этого 50. Он, как бы, меньше колонки нагибает, при том, что он, как бы, мощнее и старше. Но в нём, зато, есть фан-корректор. Ну, собственно, с него и начнём. Так, колонки у нас, Кембриджа, тоже интересные. Два немца, Хека и Магнат. И, кстати говоря, я понимаю, почему многие считают их, что их делают на одной фабрике. Ну, потому что, как бы, концепция, да? Средний частотник, Твиттер, два басовика. Или они с пассивными радиаторами? Не-не, фазика, по два фазика у каждой. Блин, ну, правда, правда. Значит, естественно, Дали, Спектр, да, это же Спектр. Спектр 6. Это такие самые, типа, самые ходовые напольники в линейке Спектр. Клипш, естественно, куда без клипша. Клипш, прямо на это самое. И полкауди очень интересно, потому что они супер недорогие. То есть они, по идее, бы должны были, вот, учитывая распродажу, быть в нашем прошлом тесте. А, ну, Магнат, кстати говоря, у нас и был в прошлом тесте, стоял. Но мы его не стали серьёзно рассматривать, потому что он был слишком дорог. Или он не стоял у нас в М-77? Был у М-77. Неважно, смотрите. Так, как всегда, мы используем в качестве референсного источника наш хорд Hugo 2 с таз-стримером to go. Ну что ж, дураковалять. Провода народов, конечно. Ну, то есть Кембридж предсказуемо играет так шелковисто и мягко. Хотя у него есть прозрачность. Но интересно, что с полком понравилось сразу. Вот прямо мы врубили. Ну вот, очень хорошо. То есть реально, если вы вот за 60 тысяч хотите вот прям сэкономить, по 30 тысяч купить. Прямо отличное сочетание. Вообще удивительно. Второй клипш. Потому что... Посмотрите, у них же... Следующий по цене, блин, они все стоят... Следующий будет NAT за 42. Почему с клипшом? С клипшом предсказуемо. Клипш яркий, Кембридж шелковистый, мягкий. Они очень хорошо сочетаются. То есть именно фактура звука мне очень нравится, когда они в сочетании. То же самое было и в прошлом тесте. Это, в принципе, вот это вот сочетание характеров, которые дают удачную сумму. Опять же, здесь они вот еще такую... Они уже вот с серенькими такими передними панельками. Не знаю, мне нравится, чисто по дизайну. При этом я хочу сказать, что меня удивило, что вот некоего скачка по разрешению между клипшем и полком не было. Хотя, ну, опять же, да, это потому что, наверное, клипш 40 стоит. Полк стоил столько же денег до того, как его стали распродавать. И в этом смысле, понимаете, да, это акустика того же класса, да, с таким же разрешением, потому что стоит на 3 дешевле. Ну, зашибись. Но больше всего нам понравилось, как он играл с... Да, ли, блин, Спектр 6. Просто вот на фоне всех колонок другой совершенно уровень проработки фонограммы. То есть у всех детальность хорошая, а у этих прямо вау. Сразу все слышнее. Ну, не на порядок, но сильно. Магнат и Хека повели себя на удивление, похоже. Это самые большие колонки, и они тупо дают самый большой звук. И у них много баса, всего остального, но Магнат в течение с Кембриджем как-то не идеально сыграл. То есть у него скорее больше вот такой вот мутности получилось в звуке. Хека лучше, у него лучше середина. Еще больше баса, чем у Магната. И как, знаете, вот у нас вот по росту. Чем больше колонка, тем больше баса, тем больше масштаб звука. Если вам нужен бас и масштаб, пожалуйста, Хека и Магнат ваш вариант. Но, наверное, не с Кембриджем. А, что следующий? Следующий у нас, это был 42 НАТ. 44. У нас два усилителя, и Мотива, и Денон. Ну, давай, можешь и Мотива, или Денон. Значит, мы послушали НАТ. Любовь, вот прям, очень показательная вещь. Потому что усилитель более высокого класса, чем Кембридж, дороже на аж на 10, на 13 тысяч рублей, считай. Вот, он в классе D. Он гораздо мощнее. И он, вот первые три наши колонки, полк, клипш и этот самый, и Дали. Просто Кембриджу было очень тяжело играть практически со всеми колонками в этом тесте. Но Дали оказались для него подходящей нагрузкой, поэтому с ними он, вау, офигенно, другой класс. А НАТ, полк, клипш, Дали, да, чуть-чуть они отличаются, естественно, по фактуре звука, в силу их конструктивных особенностей. Но класс абсолютно тот же самый, тот же уровень детальности, вообще ничего не отличается. Раскрылся он, конечно, особенно именно на больших колонках. Во-первых, Магнат перестал быть, как он был с Кембриджем, мутным и каким-то невнятным. Потому что, видимо, Кембриджу совсем тяжело было с Магнатом. Тут раз, все, 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 все проработалось, все заиграло и так далее. Но, все-таки, еще больше нам понравилось, как он играет с Хека, потому что Хека и масштаба больше, и как-то разрешение они больше дали. То есть, там прям вот, видимо, НАТ и Хека будут рекомендованным комплектом. Ну, хотя, да, в общем, из 5-5, да, кто с кем. Кембридж у нас будет играть с Дали, если вы хотите. А НАТ, конечно, с Хека сыграл лучше всех. Да, да, да. Так, слушайте, Эмотива. Эмотива. Какие же у нее светодиоды? Сами знаете, какие. Честно говоря, этот усилик хотел он абсолютно классический, в классе АБ. Почти 100 ватт на канал, все остальное. Ну, какой-то он немножечко рисковатый, немножечко ярковатый нам показался здесь. Кстати, а что там за... А, я знаю, в чем дело. Дело в том, что у него съемный провод восьмерка. А где вы найдете аудиофильскую восьмерку? А у нас, например, Кембридж или НАТ, да, подключен невероятным сетевым аудиофильским проводом. Понимаете? Как только ты имеешь возможность заменить провод на усилители, это очень сильно добавляет ему звуки. Короче говоря, Эмотива, ну, показалась она нормальной. Она тоже со всеми колонками играет хорошо, но после Кембриджа и НАТО немножко ярковато. Хотя это очень хорошо сочетается как раз-таки с фактурой Хека и Магната. Опять же, ей хватает мощи и класса для того, чтобы их качнуть. Если честно, мне больше понравилось с Магнатом, потому что он как-то вот настолько вбирает в себя любые попытки быть резким, что получается достаточно сочетание взвешенное с Хеккой, чуть-чуть ярче тоже играет. Но вот Владислав лично за Хека. Чуть тебе Хекка, мне кажется, нравится, да? Да мне тоже Хекка всегда нравился, если честно. Ну, здесь вот я бы сказал, что Эмотива я бы брал с Магнатом. Так вот, если что. А с этими младшими не брал бы. Нет смысла просто не в коньяк вон. Ну или сами придумайте какую-нибудь более вежливую формулировку. Denon. Мы переходим на Denon. Denon реально самый красивый усилитель в этом тесте. Без всяких вопросов. Это 600 Denon. Он стоит 44 тысячи рублей. Столько и Магнатин, кстати говоря. Никаких дурацких синих светодиодов. Офигительный дизайн в стиле классических японских усилителей. И главный недостаток, угадайте, с трёх раз после склейки скажу. Я только что сказал, что это самый красивый усилитель в тесте. И честно говоря, у нас остался один усилитель SMSL. Самый дорогой. Но пока что, вот как по мне, Denon здесь лучший вообще усилитель. Не только по внешнему виду, но и по тому, как он работает. Ни с одной парой колонок, ни малейших вопросов. То есть ты сразу включаешь, он раскрывает. Причём, что мне нравится в Denon, мне кажется, эта модель не нуждается в дополнительном пиаре. Потому что он недорогой. Это же самая младшая сейчас Denon модель 600, да? По-моему, это самая младшая. Была раньше 500, а сейчас это самая младшая. Блин, это обалденный усилитель. Он классический, аналоговый. И у него есть вот эта вот фактура звука, которая... Он, с одной стороны, очень разборчивый. С другой стороны, он, как это я сказал, не то, что мягкий, а он именно... Он тёпленький немножечко. Не такой, конечно, сладкий, как Marantz. Чуть-чуть тепловатый. Такой классический, немножечко винтажный японский звук. И при этом он не такой вот, как Cambridge, когда он играет с тяжёлой нагрузкой. И там нет вот этой вот пелены, да? Вот эта вот как бы мягкость-мягкость, через которую ничего не слышно. Вата. А здесь он мягкий, но он очень прозрачный. И со всеми колонками здесь справляется. В принципе, с любыми можно брать. Хотя нам дико понравилось, как он с Heco играет. Heco, самые большие колонки здесь. Тоже самые, ну не самые разборчивые они, конечно. Тут приступы по классу, кстати говоря, акусики все примерно одинаковые. То есть здесь нельзя сказать, чтобы какие-то из этих вот колонок были выдающимися. Вот помните, у нас в прошлом тесте были самые универсальные колонки. Это были Dali Spectre что-то там, 3, 5, 3. Dali Spectre 3. Здесь у нас, очевидно, есть самый универсальный усилитель. То есть вот если вы возьмете этот 600-ый Denon, вопрос снимается. Берите к нему любые колонки. Ну, с полочкой у меня тоже справится. Итак, у нас остался теперь SMSL. Слушайте, ребята, SMSL. Китайский, самый маленький усилитель. Самый дорогой в этом тесте. 49 999 рублей SMSL A6. Да бог ты мой. Ну, естественно, да, там цифра шмыфра, вот это вот все. Прошли все времена, когда китайские... Усилители были самыми дешевыми, а теперь китайские усилители самые дорогие. Окей, ну там он невероятно набит, конечно, всем там что-то у него. И тауи, то и все. И drop dial управление. Но я сразу хочу сказать, знаете что? У него такой прекрасный матовой красочкой обработанный корпус, который весь, зараза, в отпечатках моментально. И они не стираются. SMSL. Добро пожаловать в Китай. Хай! Слушаем! Китайский усилитель. Так, друзья, послушали мы SMSL. С Владиславом уже начали тут, это, бычать. Потому что, ну, блин, не знаю. Технический SMSL, прекрасный усилитель, да? Он построен на модулях IcePower. Это первые вообще в истории человечества по-настоящему нормально играющие усилители в классе D. Все хорошо. Он небольшой, он дофига напичкан функционалом. И он, конечно, гораздо менее корявый, чем вот эти вот самые младшенькие по 5000 рублей SMSL. Но это самый дорогой усилитель. Опять же, со всеми колонками он играет. Класс у него есть. Детальность есть. Все есть. Мне не нравится. Это вкусовщина, друзья. Это вкусовщина. Причем, я не могу этого объяснить. Мне кажется, это просто мое предубеждение перед Китаем. Не может! Чернома! Как там было? Как там у Чехова-то было? Не может, как его там? Ну, короче, вы помните, да? Да, на фортепиане не может играть, понимаешь? Этот крестьянин. Ну, не может, не должен, не имеет права. Черт его дери. Но играет. Зараза. Да, вот ламповый однотактник китайский, понимаешь? А почему ламповый однотактник китайский играет? Я вам сейчас объясню. Потому что ведь лампа, это же исконное такое, понимаете? Это древняя наука человечества. Китай одна из древних цивилизаций. И лампы, они лампами грелись и освещались еще задолго до того, как к нам приехали викинги. Поэтому это исконное, понимаете, лампы. Да мы же лампы слушали еще при царе, при Николае Освободителе. Слушали? Кто там был Освободитель? Сейчас я несу какую-то вообще. Короче, вы поняли. Лампы, это святое. Это древняя китайская мудрость. А это? Это какое-то, я не знаю. Это бесовское это. Бесовское. Не берите, но играет. Короче, нет, если серьезно. Усилитель хороший. Самый дорогой в тесте, да. Но тут и функционал, и размер. Его можно и как усилитель наушников использовать, и на столик поставить с мониторами. То есть, действительно, я тут готов смириться с этой ценой. Потому что, опять же, по классу он со всеми аппаратами абсолютно в одной лиге. В смысле того, по тому количеству деталей, которые вы слышите из фонограммы. Что мне в нем не нравится? Мне кажется, это абсолютно предубеждение. То есть, мне не нравится какая-то... Я не знаю, что мне не нравится. Просто я считаю, что он мне должен не нравиться. Все. Больше я о чем еще и могу сказать. Но при этом никаких вопросов к нему технически у меня вообще нет. А! Что я еще хотел сказать? Я хотел прогнать телегу про сетевые провода. Короче, смотрите сюда. Значит, у нас, как я уже сказал, есть два усилителя, у которых провода бросовые, стандартные. В частности, у Денона просто веревочка. Плоймотивы, соответственно... Ну, это точно такая же веревочка с восьмерочным разъемом. Соответственно, у нас нет аудиофизикой восьмерки, поэтому мы подключаем ею. Как я вам сказал, большая разница в звучании усилителей появляется при подключении чем-нибудь вроде... Вот этого! Вот этого! Ну, а это вообще! Зафино! The Legion of IQ! Господи ты боже мой! Что-то 57 тысяч рублей стоит этот питом. Ну, ладно. Ну, понятно, что мы здесь красоты его поставили. Но, тем не менее, короче, это на самом деле влияет. Я думал, что из-за того, что мы подключаем, например, Кембридж и НАТ вот такими вот проводами... НАТ у нас, смотри, кто подключен. А? Или Синяя Змея. Вот. И даже СМСЛ у нас подключен, между прочим, довольно жирный Супрой. Это же Супра, да? Супра. Классно. Вот. Но! У Денона несъемный бросовый провод. Это не помешало ему в этой лиге, по моему мнению, стать лучшим усилителем, безусловно, и самым универсальным. Многие спрашивают меня. Михаил, как вам удается все так хорошо слышать? В чем секрет золотого уха? Акустик! Достаточно одной таблеточки перед тестом и... Сабвуфер рел. Полированная поверхность, конечно, господи. Акустик. Так вот, лучше, конечно. Лайк, я все подготовил. Я все подготовил. Приходи. Теперь мы выходим в реальность. Слушайте, на самом деле, я угорел. В магазине продают, в смысле, в аптеке. Акустик. Для органов слуха, вы посмотрите. Тут вот это вам, пожалуйста. Как это называется? Это АЧХ или что это? Это не АЧХ, это спектр. Асциллограмма. Ухо. Даже начал ругаться. Меня упарывает, когда люди в комментах начинают у нас кричать про то, что аудиофиле это разводка. Ребята, сходите в аптеку. Вот и там спросите, что такое разводка. Сколько на самом деле стоят те порошки, которые вам продают за 500 рублей? Я уж молчу про прекрасные гомеопатические средства от вирусов. Ой, господи, прости меня, хрешного. А этих... Не прости никогда! Все, ладно. Это не была интеграция. Это была шутка. Мы купили в аптеке просто эту херню. Невозможно было пройти мимо витаминов с надписью «Акустик». Буду жрать. Так, друзья, значит, итоги. Итак, мы здесь собрали аппараты, условно говоря, плюс-минус 40 тысяч. Я хочу сразу же проговорить еще раз свой этот самый любимый тезис, который я не устаю никогда произносить, понимаете? Когда вот вы уже за эти деньги. Это уже достаточно серьезная цена. Конечно, сейчас на нашем рынке это считается начальным хай-фаем. Опять же, да, у нас был супернизкий, типа самый входной уровень хай-фая, да? Это вот типа вторая ступенечка. 40 тысяч рублей за компонент. Блин, какой бы аппарат вы ни купили, имею в виду электронику, или какой бы парой «Акустики» вы ни купили, они друг с другом будут работать, и это никогда не будет плохой звук. Вот все. Это вот прям... Это на самом деле была наша проблема, когда мы начали снимать это видео, потому что мы притащили все это в комнату, наугад воткнули несколько сочетаний, и все хорошо. Вот прям все хорошо. Я как раз, понимаете, нету той проблемы, что типа, ну этот усилитель можно сразу выкинуть, потому что он вообще никакой, да? Это как-то не так подключается, эта акустика слишком тугая, с ней ничего не играет. Да нет, ребята, все совсем играет. И какой бы аппарат из этих вы ни купили, там, просто, исходя из эстетических соображений, типа, мне нравится, как выглядит Денон, мне нравится, я не знаю, как выглядит Клипш, вот, я хочу их. Да, пожалуйста, они будут замечательно друг с другом играть, все будет хорошо. И дальше начинается исключительно вкусовщина, потому что, собственно, весь смысл хай-фая, я говорю, что, блин, еще раз, очень часто я сталкиваюсь в комментах и в разговорах с людьми с вот этими вот мнениями, что типа, ой, вот я пришел, я послушал 10 пар акустики, все дрова, вот я слушаю, блин, там, я не знаю, что-то там, что-то там, конечно, 35 а есть, как правило. Вот, и вот это волшебство, а остальное все дрова. Ну, ребята, вот это все вкусовщина, потому что я слышу этих мнений, понимаете, когда вы их слышите на форуме, вы читаете это, вам кажется, что есть какой-то авторитет, который что-то умное говорит. Для меня это вот видно, правда, приходит человек и говорит, все говно, только Танной хорошо. Следующий подходит, все говно, только Варфидейл хорошо. Следующий подходит, you name it, любой другой бренд, потому что у всех свой слух, у всех своя АЧХ в ухе, свои предпочтения в том, какой звук им кажется приятным, понимаете, вам кажется приятным, мне кажется приятным, это все разное. И поэтому в аудиофилии, понимаете, вот вся эта техника, она вся хорошая, это все качественно. Нет такого, что вот эта вот фигня, разводка и не стоит этих денег, а вот то соседнее за те же деньги, вот оно рвет все, как ту зигревку. Нет, они все эквивалентны с точки зрения класса, проработки звука. У них у всех есть разный характер, разный подход к тому, как это должно звучать. Именно поэтому аудиофилии, и именно эту часть аудиофильской культуры я и пропагандирую. Ребята, ну надо наслаждаться вот этим разнообразием. Слава богу, что оно у нас есть, слава богу, что мы не все слушаем музыку вот из этой вот фитюльки, понимаете, мы можем чувствовать разное, желать странного, ну и так далее, понимаете. Ой, господи, простите меня за это серьезку. Ну, короче говоря, все эти аппараты, мы вот моментально, что меня поразило, на самом деле, серьезно говорить, что вот 10 тысяч рублей ты добавляешь к диапазону, который ты рассматриваешь, начиная от нулевого вхождения в хай-фай, и сразу у тебя уже вся аппаратура, в принципе, не имеет никаких технических недостатков. Все работает, совсем. И на самом деле, для меня это была проблема в этом видео, потому что, ну вот, я не могу каких-то контрастных суждений здесь воспроизвести, потому что я не могу не поругать никакую колонку, не превознести ее конкретно. То есть, все здесь плюс-минус в одном поле. Ну, окей. Хорошо, давайте начнем с самого нижнего порога. Итак, самый минимальный комплект, который здесь у нас есть по цене сейчас, это усилитель Кембридж, АХ-35, я буду называть его АХ, и колонки Полк Аудио. Опять же, почему так получилось? Потому что колонки Полк Аудио на 10 тысяч дешевле стали стоить из-за акций. Вот прямо сейчас, если вы смотрите это видео осенью 2021 года, то прямо идите на сайт Пульта.ру и ловите эти колонки. Они стоят 29 тысяч, и они, безусловно, по классу не хуже, чем любые другие колонки, которые мы используем, влезли здесь, которые стоят, там, типа, 45. Фу, это, конечно, и на самом деле, я с этой моделью первый раз сталкиваюсь тоже, они меня удивили. Отличные колонки, прям вообще, никаких к ним вопросов нету, тем более за такую, они выглядят, наверное, скромно как-то, поэтому их никто не обращает внимания, но это очень качественная аппаратура, которая сейчас стоит смешных денег. Бегите за ними, прям берите, пока они распродаются. Но, тем не менее, в комплекте с Кембриджем они прекрасно играют, но это не лучшее сочетание с Кембриджем. Кембридж действительно оказался таким усилителем с предпочтениями. Опять же, надо понимать, когда я говорю, что, типа, вот с другими колонками он не играет, а с этим играет, да нет, с любыми колонками его включи, это будет хороший звук, но с Дали, как я уже сказал, этот комплект прямо идеальный. То есть, видимо, у них какая-то, значит, электрическая совместимость происходит, и именно со Spectre 6, этот самый, АХ-35, он раскрывается, они раскрываются, прекрасный рекомендованный комплект. И это получается у нас самое дешевое сочетание, 70 тысяч рублей, и прямо я его вот по кругу слушаю и слушаю, и мне дико нравится, абсолютно рекомендую. Дальше у нас было много споров, потому что Кембридж, опять же, это усилитель, который стоит, без всяких скидок, 30 тысяч рублей. Дальше у нас все аппараты стоят по 40 с лишним. Соответственно, между ними финансовый разрыв очень большой. Действительно, это разного класса аппараты с точки зрения тех технологий, которые можно было засунуть в один корпус за эти деньги. Поэтому, конечно же, дальше усилители круче, чем Кембридж. Опять же, чтобы докопаться до них и попытаться как-то проанализировать, кто как играет, надо было докопаться до мышей, потому что они все хорошие. Однако, давайте сразу сейчас я отброшу один усилитель, самый дорогой в нашем тесте, да, усилитель SMSL китайский на модулях Ice Power в классе D в принципе, сделанный очень хорошо. У него реально, вот он физиологически очень приятный, от него нет ощущения китайской поделки. Он, блин, классно сделан, хотя, опять же, вот этот матовый корпус, который заляпывается моментально и весь серый из-за этого, ну, сорян, это вот китайчат. Не подумали, ребята. Ни у каких фирмачей такого не бывает. В принципе, он классно сделан и он неплохо играет, но он стоит 50 тысяч рублей там без без 10 рублей. Технически, в принципе, по детальности, по контролю акустики, он не уступает никакому из этих усилителей в нашем тесте. Но это технически. А вот по духу, понимаете, я не знаю почему. Я сначала, мы с Владиком спорили, он говорил, да нет, он хорошо играет, потому что Владик у нас, ну, такой проводник технологической концепции, типа, вот, технически все хорошо, значит все хорошо. А я вот это за какую-то, за лирику выступаю. Вот, я говорю, нет, Влад, мне не нравится, что-то мне не нравится. Ерунда, давай еще раз сравнить. Мы специально переслушали еще раз все раз, и, опять же, вот тот же самый над, который на хайпиксах построен, и это тоже усилитель в классе D, ты его включаешь после SMSL, и просто, вау, звук, жизнь, музыка. Включаешь SMSL, детали, контроль акустики, ну да, все есть, все есть, слушать вообще не интересно. Извините, друзья, простите, может я кого-то обижу, но, извините, когда эта штука стоит, китайская, там, 3000 рублей, я готов ей простить все, за 50 тысяч, извините, и при том, что ламповые, офигенные усилители китайцы могут делать, как выяснилось, да, с кривыми ручками, правда, здесь ручки прямые, но звук унылый, все, SMSL я вычеркиваю, извините. Дальше, два самых универсальных аппарата в этой нашей подборке были, конечно же, NAD, с индексом C328, и Danone, что интересно, что мы тут прям докопались, вот до тех самых мышей, NAD действительно чуть, чуть, технически чуть совершеннее, чем все остальные, чуть точнее, чуть лучше контролирует акустику, вот, 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 это вот такая вот, ну прям немножечко, это вот только вот для закорения лохаудиофилов, слышно, гораздо больше слышно его другой характер, но технически он немножечко лучше, чем все остальные усилители, это я должен признать, то есть да, и смешно, что именно, что вот как бы технически он чуть лучше, например, Denone, при том, что Denone на 2000 рублей дороже, но, ребята, господи, ну, 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 как можно не полюбить вот это, ой, Denone обладает своей фактурой звука, истинно, NAD обладает своей фактурой звука, у него вот это, действительно, превалирование, низкочастотной составляющей, вот этого тембрального характера, он, ты прямо чувствуешь, как он авторитетно играет, прямо сразу все, вау, это по-своему очень круто, Denone играет совершенно по-другому, у него есть вот это вот, какая-то японская, с привкусом винтажности, мягкость в звуке, опять же, совершенно не та мягкость, которая у Кембриджа, у Кембриджа, это такая бархатистость в звуке, да, если он не может контролировать акустику, переходит в ватность, у Denone, это скорее, теплота, потому что, с одной стороны, теплый, с другой стороны, он невероятно прозрачно играет, он может быть, ну нет, конечно, вот опять же, по детальности, чуть-чуть, NAD его превосходит, хотя, это, в принципе, плюс-минус, одна и та же, одна и та же лига, они и стоят очень похожи, у, ну и, друзья, поскольку этот бложек сугубо субъективный, раз уж я уже взялся сравнивать какие-то, и пытаться собрать системы, еще раз повторюсь, это не значит, что вам именно эта система гораздо лучше, больше понравится, потому что, может быть, вам понравится как раз, наоборот, НАТ, я не знаю, с полка аудио, но мне, кроме комплекта с Кембриджа и Дали Спектр, следующий комплект, это, конечно, Denone и Хека, потому что, во-первых, Denone действительно, и Denone и Nat, любые колонки из этого нашего списка, вы подключите к ним, никаких проблем не будет, они раскрывают все, я думаю, за эти деньги любые, но Denone, господи, ну вот просто как он выглядит, это металлическая передняя панель, эти ручки, потому что он выглядит как 50 лет назад, это мне дико импонирует, мне очень нравится, как он сделан, и это, конечно, классический усилитель, хотя у него на борту, по-моему, есть цифроногопреобразователь, но, здесь есть и Source Direct, и Analog Mode, то есть его можно перевести в абсолютно чистый режим, и это самый младший, блин, в линейке Denone, и это так офигенно выглядит, и он прекрасно работает, и он контролирует самые крупные у нас напольники Heco, кстати говоря, что это тоже интересно, Heco хочу похвалить, потому что, как оказалось, это колонки одни из самых недорогих в нашем тесте, они стоят, типа, по-моему, 36 тысяч, или что-то такое, где они, вот они у меня за спиной, вот, и они при этом, ну вот, из-за того, что они самые большие, при этом сделаны достаточно, видимо, грамотно технически, то они, ну, как бы, в принципе, знаете, как по классу, по проработке фонограммы, все эти колонки, плюс-минус, одинаковые, но эти дают самый масштабный звук, и самую выразительную динамику, поэтому, в принципе, я бы им, конечно, поставил плюсик, хотя мне дико понравились и клепши, мне дико понравились, не, всем понравились, впечатлили меня, и полка аудио, ну, короче, в общем, тем не менее, комплект Denona с Heco будет прямо идеальным сочетанием, и это стоит 82 тысячи рублей, да, то есть, окей, второй рекомендованный комплект, путь будет такой, опять же, NAD с Heco тоже прекрасно играет, еще раз, а, слушайте, ну, хочу еще прогнать одну телегу, насчет того, что тут хочется, конечно, развить тему, насчет соперничества между классическим транзисторным классом AB, да, аналоговым, и классом D, на котором построен NAD, то, что это, Denona, это класс AB, Stardew, извините, Ш-образным трансформатором, такой, прямо, японская классика, это уже Hypex, гибридный, гибридный digital, гибридный цифровой интегрированный усилитель, C321, но это, абсолютно не соперничество, классов усиления, потому что, с колонками они работают, ну, в смысле техническом, абсолютно одинаково, они все контролируют любую акустику из этого теста, они все ее раскрывают как положено, но делают это по-разному, с разным характером, и это не вопрос разной конструкции, разной схемотехники, ну, то есть, как бы, изначально, конечно, но, это вопрос настройки характера звука, над, 20 лет назад, когда он был тоже в классе АБ, играл ровно с тем же характером, с которым играет вот этот, возможно, потому что, это зависит от того, от конструкции предусилительной части, которая осталась той же, короче, офигенный тоже усилитель, по-другому будет играть, даст, дофига баса, дофига масштаба, дофига кача, вопрос, кому что нравится, так, ага, еще у нас есть один усилитель, в самом низу, это Эмотива, с индексом 100, конечно, промолчу, о синих светодиодах, но сам усилитель технически, тоже очень хороший, хотя, на мой вкус, у него, конечно, характер, может быть, слишком выразительный, так скажем, да, но, с теми же напольниками Магнат, 77-ми, которые у нас тут стоят, которые, как раз таки, вот, очень склонны к тому, чтобы поглощать, все, так сказать, яркие порывы усилителей, вот, Эмотива с Магнатом, прямо, идеальная пара, все, тогда получилось у нас, наконец, три рекомендованных комплекта, и на этом, по идее, можно заканчивать, но, я не могу, зараза, не сказать, еще раз, друзья, смотрите, все-таки Кембридж, Кембридж, блин, надо понимать, что у нас тут получилось, что разница в цене между усилителями, очень большая, Кембридж стоит 30 тысяч рублей, Denon 44, Nat 42, ну, короче, условно говоря, Denon, который мне дико нравится, он все-таки стоит на 15 тысяч дороже, чем Кембридж, при том, что Кембридж сам стоит 30, то есть, Denon, наполовину цены Кембриджа дороже, это очень много, в этом бюджетном сегменте, это означает, что это невероятная разница в том, что можно применить здесь, поэтому я понимаю, что Кембридж действительно, ну, не так хорошо справляется с нагрузкой, как вот эти два усилителя, однако, я не могу молчать, что он мне дико нравится, как сказал Владик, ты извращенец, вот почему, понимаете, у Кембриджа, блин, вот это все-таки, вот эти английские ребята, они вот блюдут свою эту, свой этот характер звука, с его какой-то, понимаете, вот, с каким-то, с каким-то безумием, я когда его включаю, например, с Хека с тем же, я слышу, что да, он эти колонки не раскрывает так, как их можно раскрыть, но, понимаете, он их раскрывает по-своему, и мне очень нравится, как он это делает, то есть, вот именно, это технически несовершенный вариант, но он, понимаете, у Кембридж, вот все равно в нем есть, какое-то такое ощущение, странной жизни, он неожиданно открывает тебе, такие аспекты звука, которые ты, ну, другие усилители не дают этого, да, ты слышишь, что технически они гораздо лучше дают, они дают тебе картину всех аспектов, Кембридж что-то, за то, как бы, немножечко притушу, как это правильно говорить, туширует, да, немножечко так это, отодвигает на второй план, а на что, на чем-то делает акценты, на том, на что ты никогда не обращал внимания, это прям дико интересно слушать, и это вот, кстати говоря, абсолютная квинтэссенция аудиофилии, когда разработчик понимает, что, вот если я настрою аппарат так, чтобы он делал акценты вот здесь и вот здесь, то слушатель, блин, офигеет, и вот я офигеваю, при том, что это дико дешевый, недорогой усилитель, 30 тысяч рублей, но он вот, вот, даже из колонок, с которыми он не справляется, он извлекает, такую, такую звуковую палитру, которую ты не услышишь, ни с каким другим, это я к тому, что, не надо пренебрегать, то есть нету в аудиофилии какого-то вот этого такого, какой-то шкалы, типа, вот это мы взяли, это зашибись, а все остальное ерунда, нет, ты всегда вот в любом аппарате, который даже кажется, может быть, не слишком удачным, в этой подборке, ты находишь какие-то, блин, поэтому, короче, мне дико нравится кембридж, этот здесь, вот я прямо его слушал, при том, что я вроде как дико полюбил именно шеститысячный, господи, шестисотый Денон, он мне дико нравится, но потом я понял, что, конечно, вот это вот, в кембридже, она такая, что я не могу от нее оторваться, ну, короче, подводя итог, понимаете, СМСЛ гораздо лучше раскрывает Хека технически, гораздо лучше с ними играет, лучше у него проработка баса, все остальное, все зашибись, но, сути нет, потому что кембридж, когда играет с Хека, и не настолько хорошо с ними работает, не настолько хорошо их продирает, но звучит с ними гораздо интереснее, и слушать его интереснее, вот что, и на этой сенсационной ноте нам пора заканчивать, спасибо, друзья, и не злоупотребляйте громкости. что у меня больше не перестает! Продолжение следует...